здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас в эфире гость которого уверен вы знаете и любите это потрясающий человек российский политик леонид яковлевич госман здравствуйте леонид яковлевич разве хотя бы ради такого представления стоит сюда приходить вопросы сегодня будут не очень приятные я понимаю что в россии сейчас происходит очень интересные важные события но начать я хотел не с них а вот с какой темы и понимаете возможно в силу особого звучания моей фамилии я болезненно реагирую на тему антисемитизма и вот понимаете может быть я не про поправьте меня если я ошибаюсь но я начинаю замечать что в последнее время это гнилая тема снова в россии поднимается это деление на евреев правильных которые поддерживают путина и на евреев неправильных которые не поддерживают путина откуда возникают эти легенды о еврейских дивизиях сс в гитлеровской армии откуда возникает но эти легенды об израильских наемниках чечне леонид яковлевич я не могу отделаться от ощущения что это пошла какая-то новая волна или я не правы вы не поверите на меня тоже это тема волнует почему-то но на самом деле я думаю что нет оснований говорить именно о росте антисемитизма есть основания говорить о росте такого в целом такого такой ксенофобии закрытости ненависти ко всем другим там и так далее вот то есть не только евреев касается всех касается понимаете это государство вот так вот она занимает круговую оборону против всех и против всех которые не ходят строй евреи правильные это действительно действительно это там в одной программе было где куда меня не позвали но зато весь час меня обсуждали значит есть правильно евреи правильные не просто который любит путина на самом деле правильно евреи которые сидят тихо который не высовываются понимаете которые вот самый правильный евреи это евреи в кипе и спейсами вот это совершенно нормальный еврей который устраивает даже русских антисемитов он ходит себе в синагогу вот он живет вот совершенно закрыто он читает какие-то непонятные для них книжки вообще как непонятно для них живет ну и живи и ладно и мы как люди широкие и добрые мы тебя убивать не будем вот мы тебя наоборот даже защитим если надо понимаете а вот еврей который почему-то думает что он тут хозяин вот это действительно враг вот вот это враг точно так же как враг чеченец которые думают что он хозяин там лезгин который думает что он хозяин и кук который думает что хозяин и так далее пока ты сидишь национальной культурной резервации, сиди. Нормально. Только вот ты не думаешь, что ты равен хозяин. Вот так. Хорошо. Вы упомянули якутов. Тогда я упомяну другого якута, шамана Александра Прокопьевича Габышева, которого сейчас упекли, извините за непарламентское выражение, в дурку. И, суть по всему, это будет для него пожизненно. Вы понимаете, вот тогда у меня вопрос. Я не думаю, что здесь дело именно в национальности, в том, что якут сказал, что он пойдет с бубном изгонять Путина. Я хочу сразу оговориться, Леонид Яковлевич, я не разделяю религиозные взгляды Александра Прокопьевича Габышева. Я не разделяю его политические методы идти пешком в Москву для того, чтобы ударом бубна прогнать Владимира Владимировича. Я этого не разделяю. Но тот беспредел, который творится по отношению к мужику, ну вы меня извините, это со времен карательной психиатрии в СССР такого не было. Нарушено было все. Я как-то сказал, что на этой теме, по-моему, в будущем несколько докторских диссертаций по юриспруденции будут написаны на тему того, как нельзя делать. В чем тут дело? В чем проблема? Смотрите, по отношению к шаману, конечно, дело не в том, что он якут. Разумеется, дело не в том, что он якут, а дело в том, что он сказал, что он будет прогонять Путина. Значит, ну, во-первых, у нас начальники дико суеверные. Тут просто они суеверные. То, что они там в Бога не верят, это понятно, и то, что они когда со свечками стоят в храме, это просто цирк. Но они суеверные. Они, ну, смотрите, например, наши депутаты ходили с какими-то амулетами, которые отпугивают вирус. Реально, ходили с ними. С таким амулетом ходил... Серьезно? Абсолютно серьезно. С таким амулетом ходил Песков. С чего? Песков ходил с какой-то фигней, вот тут вот приколотой, которая отпугивает вирус. Ну, точно, это все видели. Вот. То есть, понимаете, они очень люди суеверные. А шаман Александр Габышев, он человек, я не знаю, здоровый он, не здоровый, это не мое дело. Он человек очень убежденный, по-видимому. Я не думал, чтобы он был просто жуликом. Я думал, что он такой убежденный человек. И он так очень уверенно говорил, что Пубин ударит, покамлает и не будет Путина. И я не исключаю того, что их это вообще тревожило. Потому, что черт его знает. А кроме того, шаман показал свою силу вот в чем. Когда он шел, его первый поход на Москву, когда его остановили, отвезли силы обратно, то его везде, особенно в тех местах, где шаманизм как-то присутствует, как в культурной традиции, в этих местах его принимали как героя. Собирались митинги огромные. Понимаете? Люди шли вместе с ним, его сопровождали и так далее. То есть, власть увидела, что вот даже такая экзотическая вещь, вот приду, как вы сказали, ударю в бубен и Путина не будет, она собирает сторонников. Ну, а что им-то отделать? Ну, понятно, дело, им приходится увязать шамана и сажать в дурку, потому, что они не могут с ним ничего сделать. Понимаете? В том-то и дело, это, конечно, конец. Это, конечно, такая агония системы. Понимаете? Вот. Шаман, прогоняющий Путина, это, конечно, фантастика. Они, ну, конечно, они дураки, понимаете? Они, конечно, должны были бы, что делать? Не обращать на это внимание. Ну, собираются люди, пускай собираются. Ну, идет шаман, ну, пусть идет шаман. Придет на Красную площадь, ну, ребят, у нас страна большая, у нас разные люди есть. Есть люди, которые не любят Владимира Владимировича Путина. Есть из них шаманы. Ну, хорошо, мы же свободная страна, ну, чего, от этого никому не убудет. Это была бы рациональная оппозиция, но они все время выбирают из всех возможных вариантов, они выбирают худший. Это же, понимаете, как кто-то говорил, что сказка, то есть, не сказка, это вещь Тургенева, Муму, да, повесть Муму, это о русском национальном характере, потому что этот, как его звать-то, Герасим, вот, он из двух плохих вариантов, поссориться с барыней или потерять друга, единственного, собачку Муму, он выбрал оба. Он с бариной поссорился и Муму утопил. Понимаете? Вот они, точно так вот и действуют. Поэтому, ну что, ну это их глупость прежде всего. А шаман, ну дай бог ему здоровья, вы говорите, до конца жизни. Ну что, он молодой мужик, здоровый довольно-таки, вот, он Путина переживет, весь этот маразм переживет. Еще придет Москву в бубен бить. Мы все порадуемся. Ну, минуточку, Леонид Яковлевич, а вот мне сейчас уже, вот после ваших слов, не до смеха. Не далее, как вчера, мы все читали новую ядерную доктрину Российской Федерации, подписанную Владимиром Владимировичем, согласно которой решение принимает только Путин. И вот после ваших слов, когда человек, который верит в то, что от удара бубном ему станет нехорошо, он держит палец на красной кнопке, вы знаете, Леонид Яковлевич, мне после этих слов, мягко говоря, не по себе. Ну, смотрите, во-первых, не то, чтобы он, я же не знаю, что он верит, не верит, да, я думаю, что у него есть где-то там в глубине души какие-то такие сомнения, что, а вдруг это правда, вот, с шаманом, а вдруг правда, вот, не то, чтобы он верит прямо так, нет, ну, вот, знаете, вот так вот, вот на всякий случай, да, у меня был покойный родственник один еврей, который был еврей неверующий, но я смотрю, у него на столе мясное с молочным не смешиваются, я говорю, дядя Боря, а ты же вроде не веришь в Бога, я говорю, да, я не верю, значит, я просто так, на всякий случай, вот, 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 на всякий случай, да, вот, ну, а то, что у него красная кнопка, да, это действительно страшно, вот, просто, не знаю, что от этим не надо смеяться, смеяться надо чем угодно, но когда-то покойный, выдающийся советский социолог и российский Юрий Александрович Левада, с которым я имел честь быть знакомым и в хороших отношениях, его именем сейчас назван Левада-центр, он мне как-то сказал по поводу одной ситуации, смешного до хрена веселого мало, вот, вот, смешного у нас до хрена, и шаманы, и амулеты, а веселого у нас очень мало, это правда. Тут я с вами соглашусь, веселого действительно мало, тем более, вот сейчас грядет это голосование по конституции. У меня вопрос, состоящий из одного слова, поскольку, если я скажу два слова, это будет неприлично, одно слово, зачем? Я мог бы сказать два слова, но они неприличные, но все же уже решено, но все же уже сделано, уже все принято, зачем это нужно? Вы можете объяснить. Не надо недооценивать противника, не надо недооценивать противника, они абсолютно рациональны в этом случае, да, я понимаю, зачем, у меня есть гипотеза, зачем они это делают. Дело в том, что рейтинги президента падают, все дальше и дальше, вот, собственно говоря, обваливаются, и даже его кремлевские службы не могут ничего хорошего уже опубликовать, вынуждены закрывать свои данные, вот, реакция на это абсолютно истерическая, может быть, ваши слушатели знают, что когда Блумберг опубликовал, совершенно корректно опубликовал результаты одного из исследований, наши так обидели, что посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах потребовало от Блумберга извинений, такой, знаете, кадыров в мировом масштабе, они совсем... Да, 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 это было, 28%, хотя, для мистера Трампа, например, 28%, если опубликуют, я не вижу здесь ничего плохого, по-моему, он парадуется. В том-то и дело, в том-то и дело. Значит, дело в том, что рейтинг играет совершенно разную роль в демократических государствах и в авторитарных государствах. Значит, Трамп на вопрос, допустим, своих многочисленных оппонентов, почему ты такой секой и так далее, а сидишь в белом доме в овальном кабинете, он имеет ответ. Ответ такой, я участвовал в выборах в первый и вторник после первого понедельника ноября месяца Весокосного года, я прошел все процедуры и по этим процедурам я президент. Все, ребята, заткнитесь, молчите в тряпочку до следующих выборов. Я президент. Это правильно. Зеленский, которому тоже могут прийти в Украине и сказать, что ты вообще такой, понимаешь, несерьезный пацан, а тут, понимаешь, президент огромной страны. Что, ребята, за меня голосовали, голосовали. Все. Путин не может так сказать. Сказать то он может, не поверить даже его сторонники. Он президент не потому, что его выбрали. Его выбрали, потому что он президент. У нас все наоборот. А президент он потому, что он такой сильный, что в него верят, что его уважают и так далее. И поэтому, когда у него начинает падать рейтинг, это означает, что он теряет власть. Поэтому они об этом очень заботятся. Они уже не могут выиграть нормально никакие выборы. Понимаете, вот уже выборы везде, где они немножко разживают кулак, их кандидаты проигрывают. Это было видно на выборах в Московскую городскую дому. Но это везде, на самом деле, видно. Что им делать? Им надо идти к полному авторитаризму. Полному. Им надо все демократические фантимблюжки отбросить, чтобы они им не мешались. И они это решили делать еще до того, как начался этот пандемический кризис. В чем сейчас задача голосования? Не в том, чтобы получить какие-то цифры. Они уже приняли такие модификации голосования, в курсе или вы, что вы можете переголосовать по почте, по электронной почте, по еще как-то, на дому, в течение нескольких дней, на дому, причем без объяснения причин, просто хочу на дому. Как у нас говорят, уже можно просто проголосовать кивком телевизору, что ты согласен. Кому не лень будет из ваших читателей, посмотрите у меня из ваших зрителей, посмотрите у меня либо на Фейсбуке, либо на Эхи Москвы, и там, и там, висит такой пародийный текст, инструкции по голосованию, ну, как голосовать вот на... Да, я это видел, а я вам больше скажу, сегодня Центр избирком Российской Федерации опубликовал новый порядок голосований, когда журналистам теперь нельзя будет... Конечно, конечно, вот смотрите, вот смотрите, что из этого состоит, что цифру можно нарисовать любую, да? Хочешь нарисовать 99,8? Пожалуйста, будет 99,8. Значит, тогда непонятно, зачем они ведут компанию, зачем они все это делают, чем бы не нарисовать цифру. Почему вообще, зачем все это нужно? Конституция, поправка в Конституцию уже вступили в силу, вы будете смеяться. Они уже вступили в силу, потому что, поскольку они не вносили поправки в защищенные статьи, ну, на самом деле, они защищенные статьи все похоронили, вот, но формально, то голосование, которое прошли в федеральном собрании, в законодательном собрании регионов и подписи президента достаточно. Более того, президент уже, внося новые законопроекты, ссылается на статьи этой новой Конституции, о чем голосование вообще никто понять не может. Зачем все это делать? Только для одного. Они должны убедить все время растущее число недовольных, а недовольных число растет просто каждый день, просто каждый день как снежный ком. Я вас уверяю, найти человека, который сейчас за Путина, который одобряет его действия и так далее, практически невозможно. Вот я живу всю эту эпидемию, я живу на даче, тут у нас рынок недалеко на станции, там магазинщики какие-то, я туда, естественно, там где-то раз в неделю не хожу, а меня до сих пор узнают, и, так сказать, мы с народом как-то с соблюдением социальных дистанций и общаемся. Ну, сплошной мат, понимаете, ну ничего другого нет. А там срез общества. Я вас, извините, перебью, в Саратове, на моей исторической родине то же самое. То же самое. Про Путина матом не ругаются, про Путина матом разговаривают. Ну да. А теперь, тогда зачем они все это делают? Есть одна цель. Они должны убедить вот этих всех недовольных в том, что они недовольны в меньшинстве. Вот в чем цель. Чтобы вы, я, мужики, с которыми я на станции разговаривал, чтобы они считали, что с Путин, конечно, тра-та-та, вот, но, ну что делать, если весь народ за него, большинство народа за него. Вот что им нужно сделать. Поэтому, они проводят эту историю, поэтому, они везут эту безумную компанию насчет защиты от гомосексуалов, насчет там защиты русского языка домашних животных, там, еще чего-то. Совершенно, абсолютно крыжа уехала у этих пропагандистов. Я понимаю, там еще бюджет гигантский, их пилят сейчас активно. Вот. Ну вот, вот это они делают для того, чтобы убедить людей в том, что за ними большинство. Нет за ними никакого большинства, а чисто вранье все. Хорошо. Тогда у меня два чисто гипотетических вопроса. Вопрос первый. Давайте предположим, я подчеркиваю, я говорю, предположим, что в голосовании приняло участие, ну, пятая часть избирателей. То есть, меньшинство. Второе предположение. В голосовании приняло участие, ну, пусть половина, но проголосовали против. То, что они нарисуют, то, что им надо, никто не сомневается. Ваше предположение в первом и втором варианте? Ну, я думаю, что участие в голосовании будет довольно небольшим. Им это и не надо. Понимаете, вот самое интересное, что вот они ведут такую безумную кампанию, а сколько народу придет, как проголосуют, им абсолютно наплевать. Совершенно наплевать. Потому что рисовать они будут исходя из своих представлений о прекрасном, а не из того, что было на самом деле. Вот. Поэтому я думаю, что особо много народу не придет. Я думаю, что в основном люди проголосуют за многие. Почему? Потому что, понимаете, в чем дело, они, вот голосование за Конституцию, это просто демонстрация лояльности. Это больше ничего. Понимаете, Конституция сам себя значения не имеет. Конституция в жизни нашего общества играет не большую роль, чем сборник сказок народов мира. Понимаете? Потому что у нас мы не живем по Конституции. Мы не Америка. Для нас этот текст не имеет вообще никакого значения. У нас же эта сильно умная женщина прыгуни в шестом Эссенбаева, которую поставили править Конституцию в комиссию по внесению по праву в Конституцию, она, девушка такая, искренняя, повеземо, и она сказала, что она вот тут взяла Конституцию и почитала. Интересная, говорит, книга. И она добавила, она узнала много нового. Знаете, Леонид Яковлевич, мне это напоминает анекдот в 90-х годах, когда дневник нового русского всю ночь перечитывал Пейджер, много думал. Вот это и стоит. Конечно. Понимаете, поэтому, когда говорят российскому человеку, что будет теперь такая статья, будет всякая статья, да, ребят, допишите там, что хотите. Все же понимают, что жизнь человека от того, что там написано в законах, независит. Голосование за Конституцию это просто демонстрация лояльности. Вот если ты не голосуешь за Конституцию, ты стал быть выпендриваешься, ты стал быть самый умный, ты стал быть себя противопоставляющим не то, что Путину, да ладно, бог с ним с Путином, а собственному начальнику, который отвечает за то, чтобы на его предприятии голосование было правильно и так далее. И вот как это было советское голосование, ну вот люди же голосовали не за кандидата единого блока коммунистов без партии, люди голосовали, они демонстрируют лояльность, ну да, сказали проголосовать, я пошел проголосовал, что нормально, ни первый раз, ни последний. Вот как люди голосуют. А вся эта бербедень насчет защиты домашних животных и русского языка, это так просто. Но что тогда будет не лояльностью? Не лояльностью? Не ходить на выборы или проголосовать против? Это не имеет значения никакого. Нелояльностью будет активная публичная позиция. Вот это нелояльность. Вот я проявляю нелояльность. Я занимаю активную публичную позицию и говорю, что я считаю это все фарсом, государственным переворотом и так далее. Это нелояльность. А пойти сказать нет? Да, пожалуйста. У нас же был анекдот такой, как после выборов Путина, каких-то очередных, значит, ворона сидит на ветке, лиса уходит с сыром и ворона думает, а что было бы я себе сказал нет? Да, это вы правы, но... Поэтому нет, проголосовать нет, это не нелояльность, им совершенно наплевать, они не против того, чтобы вы пошли и проголосовали, нет. Они не против того, чтобы вы не пошли. Им абсолютно все равно. Помните, был когда-то старый анекдот, как девушка перед первой брачной ночью с Рэба советуется какого цвета белье надо одеть, и Рэба говорит какого цвета не одень. Дальше понятно, да? Вот. Леонид Яковлевич, я прошу прощения, но сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой наши зрители смогут задать вопросы. Итак, друзья, рекламная пауза. Леонид Яковлевич, а теперь у меня вот какой вопрос. Как известно, голосование по так называемой Конституции, оно то совпадет, то не совпадет с парадом победы. Вы знаете, я не помню, кто это написал в социальных сетях, но это сравнили с тем, как во время грядет у человека день рождения, он решил собрать пьянку, не получается там, в командировку, или заболел, или еще что-то, и вот он постоянно переносит свою пьянку. Вы понимаете, это реальная победобесия, оно уже вызывает даже не раздражение, оно смех уже вызывает. зачем это нужно? Ну, в чем дело, во-первых, опять же, как в том анекдоте, когда Равин говорит, что есть 80 аргументов в пользу обрезания, и, во-первых, это красиво. Значит, Владимир Владимировичу нравятся парады. Был другой государь, которому нравились парады, Николай I, Николай Павлович, ему тоже нравились парады, он тоже постоянно проводил, тоже загнал страну в яму глубочайшую. Спасибо его сыну Александру освободителю, что он смог что-то сделать. Значит, ему это нравится. Ну, кроме того, что ему это нравится, здесь рациональная основа. Власть не может ничего хорошего предъявить народу. Понимаете, вот 20 лет Путина власти. Окей, что хорошего он у нас сделал? Где наши успехи, где достижения? Понимаете, где то, что можно спеть, представ, перед всевышником, как пел Владимир Высоцкий, да, вот, чем отчитаться перед ним? Господа, я прошу прощения, у нас есть звонок, если Вы позволите. Я бы принял звонок. Добрый день, Вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, а Путин поедет в этом году в Польше отличать столетие победы? Интересный вопрос. Спасибо. Столетие победы над кем? Я не знаю, человек отключился, но... Я вопрос не понял. Проблема в том, со всеми поездками Путина в Польшу состоит в том, что его туда не зовут. Позиция, политика нашей страны современная такова, что нашу страну, которая, руководитель нашей страны, которая действительно внесла совершенно принципиальный вклад в разгром гитлеровской Германии, не зовут ни на какие мемориальные мероприятия. Просто потому, что мы себя ведем ровно так, как себя вел Гитлер перед Второй мировой войной, вот ровно так. Поэтому и не зовут, потому что... Я подумал, что столетие, может быть, наш зритель имел в виду столетие поражения армии Тухачевского под Варшавой, может быть, это он имел в виду? поскольку он включился, мы этого никогда не узнаем, скорее всего. Но до столетия победы во Второй мировой войне, я надеюсь, что к столетию победы во Второй мировой войне у нас будет другой президент. Мне бы хотелось в этом верить. Да. Надежда умирает последнее. Я надеюсь, что ваши свободы не оптимистически примут, как экстремизм. Будут. Обязательно будут. Ой, Германия. Какой ужас. Но тогда вопрос, все-таки, раз уж мы заговорили о победе, вопрос такой. Я знаю две точки зрения. Первое, люди считают, что вот это вот победобесное безумие, это, как вы говорите, это попытка чем-то занять население и что-то населению предъявить. Но есть и вторая точка зрения, что люди реально считают, что это фантомные боли Владимира Владимировича по Советскому Союзу и он реально в это верит. Как вы относитесь вот ко второй гипотезе? Первую вы сказали, а вот ко второй как вы относитесь? Вы знаете, мы не можем залезть в голову к человеку. И всякие разговоры, что вот Путин подумал или Трамп подумал или кто-то, ну, откуда вы знаете, что они подумали? Да, это все неправда. Вот. Мы не только можем так гипотезы какие-то строить. Мне кажется, что их, ну, начальство высокого, не обязательно лично Путина, но у тех, кто вокруг него и его, их восприятие мира несколько неадекватно. Мне кажется, что они уже давно видят мир не таким, как он есть. На самом деле, их сознание несколько невротическое, несколько такое странное, я бы сказал. Вот. И они действительно верят в то, что враги окружают, они верят в русофобию, они верят в то, что там есть вечные враги, там какая-нибудь Англия, англичанка гадят там. Этот один из наших ведущих пропагандистов, Дмитрий Киселев, однажды сказал совершенно гениальную фразу, просто гениальную. Он сказал, что позиция Швеции по Крыму, довольно жесткая позиция, да, она связана с тем, что шведская военщина хочет взять реванш за поражение под Полтаву. Вот. Это гениально. Человек такой нельзя придумать. Прошу прощения, господа, у нас все линии горят, я вынужден вас прервать, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, большое спасибо за вашу передачу, просто послушаешь и глоток свежего воздуха. Вопрос такой, бывший секретарь, ну, мы все-таки в Америке живем, тем более в Чикаго, нас это волнует немного. Бывший государственный секретарь Кандализа Райс заявила, что это агенты Путина устроили погромы в Чикаго и в результате полгорода нашего сейчас разрушено. Можете посмотреть фотографии, это везде. Вопрос, почему вы, как настоящие патриоты Америки и Израиля, не выявите, наконец, этих агентов и не представите, потому что терпеть это уже нельзя. Все разрушают, весь город, в другом. Спасибо. Спасибо большое. И перед тем, как вы ответите, давайте еще один вопрос примем, потом сразу ответим на оба. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, я хочу задать вопрос о победобесии. Вот, евреи уже более двух тысяч лет празднуют победу над Адаманом. Ну, Пурим, вы знаете. Это победобесия, это победобесия, конечно. Конечно, победобесия. Евреи победобесцы. Евреи. Ну, вы поняли вопрос? Ну, вопросов как такого не было, было утверждено. Я хочу ответить чисто по-нашему, по-сионистски, вопросом на вопрос. Скажите, а что евреи одевают форму тех лет и пляшут на батуте с винтовками или с копьями? Да, да, да. Я, наверное, упустил в этой жизни и ничего подобного я не замечал. Что евреи одевают детей в военную форму, сажают их на танки и с надписью на Берлин, я что-то, наверное, таки в этой жизни пропустил. Я этого не вижу. Леонид Яковлевич, может, вы это видели? Я не знаю. Я попробую ответить. Значит, во-первых, вопрос у наших агентов. Вы знаете, я с уважением большим отношусь к госпожи Райс. Даже имел удовольствие дважды с ней встречаться. Но меня удивляет эта идея. Значит, понимаете, не потому, что Путин или там наше руководство не хотело бы устроить беспорядки в американских городах. Я же хотел бы. Естественно, я думаю, что они счастливы, что это у вас сейчас происходит. А просто они не способны это сделать. Ребята, ну, вы не переоцениваете их, не демонизируете их. Ну, что вы, это троечники. Они, в общем, вы уже видели этих наших агентов ГРУ, этого, как его, Петров и Башаров, которые, значит, ходили там смотреть, да, Солсберецкий собор туристов и так далее, которые хотели отравить Скрипаляву. Они все там такие, понимаете? И я не верю, что они могут это организовать. Я боюсь, что вот эту шпану, которая громит сейчас американские города, ну, так сказать, американцы сами воспитали в своем дружном коллективе. Ну, вот, и это, в общем, проблема Америки и проблема рефлексии американской. Почему так получается, что такое количество людей готовы к столь деструктивному поведению? Вот, у меня есть своя точка зрения на этот счет, но, поскольку я не живу в Америке, то моя точка зрения, я полагаю, не имеет существенного значения. Что касается празднования Пурима и Победобесия. Понимаете, в чем дело? Значит, ну, во-первых, Пурим, это, конечно, не празднование конкретной победы исторической. Пурим, это некое такое, ну, ритуальное такое действие, некое напоминание о каких-то моральных, моральных аспектах жизни народа, о том, что нельзя отчаиваться, что надо бороться всегда, что результатом борьбы будет победа, если ты будешь достаточно смел, упорен, и так далее. Это не есть воспоминание о конкретном акте, разумеется. Кроме того, празднование Пурима, ну, так же, как, допустим, празднование Рождества Христова, допустим, да, вот, празднует Рождество Христово во всем мире христианском, вот, празднование Пурима или празднование Рождества не отвлекает людей от сегодняшней жизни, никак не отвлекает, да, они живут своей жизнью, но в какой-то день они говорят Христос воскрес, да, Христос воскрес, кто-то ходит в церковь, кто-то не ходит в церковь, там, не важно, да, но они вспоминают о том, что жизнь победила смерть, что, ну, и так далее, да, это тоже, конечно, не воспоминание о конкретной трагедии конкретного человека Иисуса Христа, а это некая символическая такая вещь, вот, вера в то, что один человек может изменить мир, что ты должен думать о людях, там, какие-то вот такие вот вещи, ну, моральные в основном, да, вот, и не, вот, празднование Пурима, мне кажется, не сопровождается ростом враждебности кому бы то ни было со стороны евреев, я не могу себе это представить, чтобы люди отпраздновали Пурима, и убить, там, я не знаю, арабов, или еще кого-нибудь, вот, вот, мало вероятно, мне это представляется мало вероятным, вот, то, что делалось у нас, это совершенно другое, это замена реальной жизни, это замена сегодняшних достижений, которых, к сожалению, очень мало, их вообще нету, вот, это разжигание ненависти, причем, и ненависти по всему миру, ну, может, вы знаете, что по последним концепциям Советский Союз уже воевал один со всей планетой, а вся планета была на стороне Гитлера, вот, что мы сами всех победили, это разжигание ненависти к своим же, которые не такие, как хотят власти, к тем, кто не хочет, там, высунувшись из окна с портретом деда, петь хором, вот, это все власовцы, это все полицаи, там, и так далее, и так далее, поэтому мне кажется, что никакой связи, никакого сходства здесь нет. Господа, давайте примем еще один звонок, у нас человек на линии, долго ждет, добрый день, говорите, пожалуйста, говорите, пожалуйста, добрый день, вы в эфире. Добрый день, Леонид Яковлевич, скажите, никто не хотел, чтобы парад прошел без этих армат, сегодня утром смотрел новости по русскому каналу, какой ужас, неужели нельзя без этой жильяки, сколько можно, сколько помп падает. Ну, видите ли, я с вами согласен, я считаю, что вообще парад абсолютно неуместен, военный парад, а уместны гражданские определенные акции, они уместны в такой юбилей, аппарат, военный парад, мне кажется, неуместен, но железяки тоже неуместны, разумеется, но у Владимира Владимировича Путина другая точка зрения, не совпадающая с моей и с вашей. А президентом Российской Федерации работает, к сожалению, до сих пор он. Я согласен полностью и могу лишь только добавить, что вот я еще помню те времена, когда были реальные живые ветераны, они на 9 мая плакали и пили водку, стараясь все это забыть. И вот подобного рода именно безумие штурмов фанерных рейхстагов ну просто не было. Вот я вспоминаю, вот мои, когда я в школе учился, когда в университете учился, если бы такое кто-то предложил, вот тут действительно его бы в турку сосло. Вы знаете, все эти штурмы контактонных рейхстагов, это же еще и оскорбление памяти, и оскорбление памяти у погибших людей, о великой трагедии, страшной трагедии всех народов Советского Союза. Эта трагедия не обошла ни одну семью. Понимаете, а утром 9 мая они умудрились показать, наши начальники умудрились показать по телевизору хоккейный матч сборной России против сборной Германии двухлетней давности, которые там в дополнительное время наши все-таки смогли выиграть. Ну, они задурели, понимаете, я тоже помню живых, так сказать, фронтовиков, вот, и среди своей семьи, и не в своей семье, вот, понимаете, люди, это не было спортом, это не было игрой, да, это была трагедия, и это, конечно, издевательство от памяти этих людей. Я, вот, мой учитель, Галя Михайловна Андреева, недавно скончавшаяся, ей было 17 лет, когда началась война, она пошла добровольцем на фронт. Вот, она была на фронте, она была не в штабе армии, она была на фронте, на реальном фронте. Вот, значит, вот, она на этом реальном фронте провела с июля, вот, она окончила курсы радистов, и с июля она была в действующей армии, вот, до мая 45-го. Так вот, она никогда не ходила на все эти помпезные мероприятия, которые еще при ее жизни не были столь идиотскими, как стали сейчас, вот, но она на них никогда не ходила, она говорила, что ее тошнит от этого дела, ну и все ветераны, которых я знал, от этого их тошнило. Да, я соглашусь, но сейчас я также напомню нашим зрителям, что началось другое, не менее мерзкое явление, как лжеветераны, или как называют ряженые, которые даже по возрасту не могли участвовать в войне, однако они присутствуют на многих подобного рода мероприятиях. Это тоже не менее мерзкое явление, но Леонид Яковлевич, все-таки у меня вот какой вопрос, вот возвращаясь к вопросу Конституции, сейчас бытует такая точка зрения, что вот в результате этого изменения Конституции любое правительство, которое придет на смену Путину, а по естественным физиологическим, биологическим причинам Владимир Владимирович не вечен, оно получит моральное право просто выбросить все это на помойку. Вы разделяете точку зрения? Понимаю, в чем дело, когда придет не просто Путин сменится насеченный, или еще Пупкина какого-нибудь, возможно, сохранение путинского режима, но во главе будет стоять не Путин, а кто-то другой, это возможно, да? так бывает иногда в авторитарных режимах, ну, допустим, пожалуйста, допустим, передача власти по наследству в Азербайджане, в Северной Корее, в Сирии, там и так далее, но у нас не прямо по наследству вряд ли это его дочь будет, но, допустим, кто-то из близнего окружения, вот, но когда придет в власти реально новое правительство, реально новый президент, настоящий президент, то, конечно, он должен будет собирать конституционное собрание и делать новую конституцию, он должен будет отменять огромное количество законов, принятых в эти 20 лет, и я знаю, что есть юристы, которые готовят список этих законов, которые должны быть отменены в силу своего противоправного содержания, и так далее, это будет большая работа по восстановлению страны на руинах, очень тяжелая большая работа, вполне сравнимая с той, с которой столкнулись Борис Николаевич Ельцин и его команда в начале 90-х годов, на руинах Советского Союза надо было выстраивать новую Россию. Тогда вот какой вопрос, сейчас бытует такая гипотеза, такое мнение, такое подозрение, как угодно это назовите, что вот после того, как пройдет так называемое голосование по конституции парад победы, на страну просто плюнут, то есть на людей просто плюнут, и дальше уже люди никого не будут интересовать, вы согласны с этой точкой зрения? Людей сейчас никого не интересуют, почему об этом надо говорить в будущем? Нет, но сейчас какие-то реверансы в сторону народа все-таки делаются. Ну, понимаете, в чем дело, от народа требуется, чтобы он не бунтовал, вот никто не хочет бунтов, потому что бунты надо подавлять, патроны денег стоят, и вообще кому-то надо, вот, надо, чтобы было тихо, да, как в этом анекдоте папа повесил, чтобы дым было тихо, вот, и поэтому они, конечно, хотят, чтобы люди не бунтовали, вот, в рамках того, чтобы сделать так, чтобы люди не бунтовали, они будут, конечно, обращать внимание на людей, больше люди не нужны ни за чем, потому что, чтобы они голосовали, уже не надо, они приняли такие нормы голосования, что без голосования все можно сказать, вот, чтобы они платили налоги, тоже, в общем, особенно не надо, потому что, большую часть, ну, государство богатеет, не налогами, которые платят трудящиеся люди, а другими способами, вот, поэтому люди абсолютно не нужны, люди, это такой объект благотворительности, помеха, некоторая, без них было бы лучше, спокойнее было бы без них, понимаете, конечно, нашему начальству, ну, они же все-таки не могут убить всех, понимаете. А, как вы считаете, будут люди бунтовать в России, или, как писал Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, стоят на коленях под лицей и бунтуют? Или, как это? люди будут бунтовать, причем совершенно серьезно, простите, я должен подключить, подключить эту штучку, люди будут бунтовать и будут бунтовать всерьез, потому что люди бунтуют не тогда, когда принимается новая конституция, которая их совершенно не волнует, разумеется, а люди бунтуют тогда, когда у них проблемы с едой, электричеством, больницей и так далее. Поскольку эти проблемы нарастают, конечно, люди будут бунтовать, но не по идеологическим причинам, не потому, что нет свободы, не потому, что Путин из-за первого власта и так далее, из-за этого бунтов не будет. А вот из-за того, что дорогу размыл и не может проехаться скорая помощь, из-за этого будет бунт в конкретном городке, а в соседнем конкретном городке из-за чего-то другого, а потом эти бунты могут слиться в один костер. И тогда в заключение самый главный вопрос. Сейчас в соответствии с законодательством, с полицией, с Росгвардией, снятые в России все ограничения, они могут стрелять на поражение, когда им они будут стрелять? Нет, по отдельным лицам, да, мы знаем вот этот случай в Екатеринбурге, который недавно с Владимиром Таушенковым, которого застрелили, я напоминаю нашим зрителям, за четыре рулона обоев, там такая вот была ситуация, а самое забавное все по закону. Не в том, что он сопротивлялся, если бы он сопротивлялся, его бы застрелили при сопротивлении, то можно было бы считать, что это самооборона полицейских, как бы, ну, страховка их жизни. все было не так, к нему пришли домой, вот, потребующим он открыл, дерево не открывал, но мать хотела открыть, но они не вступили ни в какие переговоры, расстреляли его через дверь. Вот, вот что было, это совсем здорово. Значит, никто не знает, будут ли они стрелять в массовом порядке. Этого не знает никто, никогда, это нельзя проверить, понимаете, это нельзя проверить. Шах Ирана верил в свою гвардию, она его предала. Группа Альфа не пошла штурмовать с Белый дом в августе 91-го года, она легко могла это сделать, естественно, все наши баррикады, которые мы там построили, были, конечно, смешными, это понятно, да, но они не могли взять Белый дом, не убив несколько десятков человек. Ну, просто из-за, просто, ну, топографии места, там, и так далее, да, я там был, я хорошо это понимаю. Вот, они не захотели, почему-то, этого делать, они отказались идти на штурм Белого дома. То есть, вот, на самом деле, проверить заранее, как себя поведут, ну, войска безопасности, рекоритетные войска, никогда нельзя. Вот, я не знаю. Я думаю, что шансы снижаются, потому, что уже у нас есть некоторое количество примеров, когда, вот, эти специальные силы отказываются разгонять людей. Ну, когда отказываются стрелять, таких нет, потому, что пока не было приказа стрелять на поражение, на толпу, слава богу, и сусу, но приказы разгонять, они уже иногда отказывались выполнять. Дело в том, что Россия не представляет собой такую многонациональную империю, как Советский Союз, когда можно было подавлять одних силами других этнически им чуждах. Вот, сегодня у нас больше 80% населения это этнически русские люди в России, это называется мононациональное государство по всем критериям, вот, и человек, который, омоновец, или там, как варзеец, который стреляет в толпу, он понимает, что он может убить своего брата. Вот, и это, конечно, сдерживающий фактор. Но, не знаю. Леонид Яковлевич, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. К сожалению, наша передача подходит к концу. Я надеюсь, мы встречаемся не в последний раз. Итак, дорогие друзья, вы слышали точку зрения российского политика Леонида Яковлевича Гозмана. Но я всегда напоминаю, выводы делать только вам. До встречи, дорогие друзья. До свидания.